Как собрать ребенка в школу и сколько это стоит? Таким вопросом задалась съемочная группа телеканала «Север». Мои коллеги отправились в магазин с канцелярией и про школьную форму также не забыли. О том, сколько денег в этом году придется потратить на первоклассника, знает Елизавета Кабанова. Готовиться к школе нужно заранее. Многие родители уже начали покупать своему ребенку обувь, одежду и спортивную форму. Но без тетрадок, ручек и другой канцелярии ни один школьник обойтись не может. Карандаши разных цветов, ручки в виде животных, альбомы для рисования на любой вкус и цвет. У детей, конечно же, разбегаются глаза. Особенно у тех, кто только идет в первый класс. А чтобы ничего не пропустить и при этом пойти на компромисс со школьником, родители и их дети часто ходят закупаться вместе. Ну, заранее одежду, к примеру, мы покупали в Кирове, там одевались. Ну, а констовары здесь, потому что потом, мне кажется, будет большая очередь, и не дай бог, что-то забудешь, что-то из головы вылетит. Это так, еще время есть, можно будет забежать и приобрести, если чего-то не хватает. Как с нами поделилась Марина, собрать старшую дочь в школу намного выгоднее и гораздо быстрее. С первоклашкой же все сложнее. Цветные краски хочу такие и такие. И вот тут тетрадочку, а еще пластилин. Ну и куда же мы без цветных карандашей? Ажиотажа пока нет. Поэтому выбор большой, и можно подольше рассматривать канцелярию. Ведь учиться в школе, если у тебя в пенале ручка или карандаш с любимым героем, весело и приятно. Народу очень мало. Может быть, кто-то болеет, может быть, кто-то в отпусках, кто-то в интернете закупается. Поэтому народу очень мало. На стандартный набор первоклашки по пять тетрадок в клетку и линейку, обложки, рюкзак, все для труда и рисования, а также полный пенал ручек, карандашей и всего прочего может уйти от двух до трех тысяч. Наш рюкзак обошелся в 2800. Впрочем, мы забыли взять дневник, фартук и клей-карандаш. Но зато у нас была не проливайка для рисования. А дальше мы отправились за школьной формой. Вот смотрите, вот так получается, да? Девочек, по словам продавца, собрать в школу сложнее. Пару блузок, нарядную и на повседневку, юбка, сарафан, колготки и, конечно же, туфли. С мальчиком все попроще – брюки, жилетка, также пару рубашек и туфли. С теми, кто уже ходит в школу не первый год, ситуация легче. Обычно с предыдущего года остаются вещи, которые можно надеть и в новом учебном году. Сложнее, наверное, одеть первоклассник, потому что им же надо все купить. И блузки, и сарафанчики, и школьную форму, и все. Есть такие покупательники, они, допустим, выпускной в садике, они что-то покупали уже на этот выпускной, такое, чтобы потом пойти и в первый класс. В среднем школьная форма для первоклассники обходится в 7 тысяч рублей. Но это, если покупать только самое основное. Получается, чтобы отправить ребенка в первый класс, в месяц в канцелярии придется заплатить около 10 тысяч. Хорошим подспорьем для семейного бюджета становится выплата по президентскому указу. Те семьи, кто в прошлом году не получал выплаты на детей, могут обратиться в клиентские службы пенсионного фонда для подачи заявления. Причем независимо от места жительства. А для тех, кто подавал заявление на единовременную выплату в прошлом году, все намного проще. Самый основной канал – это госуслуги. Поскольку на госуслугах те, кто в прошлом году получал выплаты детские, уже имеется заявление, заполненное практически, сведения о которых нужно в заявлении просто подтвердить, либо в случае изменения просто внести изменения. То есть приоритет, конечно, вот этой форме обращения. Но есть такие категории, как опекуны и попечители, которые должны подтвердить в необходимых случаях свой статус. Поэтому они, как правило, обращаются все через клиентские службы пенсионного фонда. Новые выплаты помогают, но полностью расходы, конечно же, не покроют. Для нашего вымышленного первоклашки мы, например, не смотрели специальные прописи, рабочие тетради и различные пособия. А это еще как минимум пару тысяч. Собрать детей в школу в Ненецком округе – не самое дешевое удовольствие.